приветствую вас дорогие друзья у меня на канале сегодня у нас очень вкусный летний рецепт можно сказать который превратится в зимний почему потому что будем готовить цукаты из арбузных корок если вы еще ни разу не пробовали такой цукат тогда я вам рекомендую попробовать хотя бы один раз потому что готовится очень легко а съедается еще легче значит для начала я взяла арбуз и его помыла под проточной водой ну а теперь надо будет его нарезать сначала на пополам для этого дела нужно выбирать арбуз у которого очень толстая кожура как видим более-менее кожура удачная толстенькая может быть еще толще обратите внимание на это нам нужно взять с толстой кожурой арбуз в общем сначала на поперек эту половинку потом аккуратно ножом не повреждая кожуру снимаем весь арбуз и в сторону теперь это тоже напополам если оставили много красного слоя тогда его опять удалим аккуратно так чтобы чуть-чуть красноты все-таки оставить видите вот так чтобы и цукат получился более красивым а теперь возьму удобный нож и тонким слоем удаляю только вот это вот зеленую кожуру вот так тонко вот посмотрите разницу у нас на канале есть еще другие виды цукатов персиковый цукат есть абрикосовый вишневый цукат да а также черешня есть захотите мои дорогие и готовьте в сезон очень красиво смотрится на столе очень хорошее вкусное угощение так я обработаю весь арбуз и мы вместе с вами тогда продолжим вот что у нас вышло мои хорошие а теперь я сделаю это на весах чтобы вам сказать сколько всего точно хотя все можно сделать на глаз а настолько это простой вид цукат значит возьму рельефный нож если нет под рукой рельефного ножа берите обычный острый нож и теперь беру одну четвертинку кладу нож вот так наискось вот так видите нарезаю чтобы получить такие длинненькие полоски здесь ширина полосок где-то сантиметр с лишним наверно и можно сделать еще шире но не уже или форма будет всех разная от этого значит вкус не понравится всего лишь для красоты вот это вот самую тонкую часть я уже не возьму выкину то есть тут надо учесть чем толще будет корка тем вкуснее получится наш цукат такой более будет ощущаться да сейчас я вам покажу еще в готовом виде а чем тоньше будет цукат то есть корочка тем быстрее он будет сушиться вот и все такая у нас разница а вкус принципе одинаковый значит я это кладу другую посуду чтобы взвесить и так дальше сделаю все заготовочки при желании можете всю эту красную часть удалить и еще раз обрабатываю смотрю где много оставила к примеру да красноты убираю тонким слоем у меня получилось ровно 2 килограмма 100 грамм но я буду считать что у меня два килограмма потому что эти маленькие грамма они не имеют никакого значения приготовление цукат можно взять кастрюлю можно взять сотейник большой можно жаровник но чтобы были высокие бортики вот видите что я почти всегда работаю в подобных кастрюлях сказать сотейник не знаю и что делаю обработанные уже корочки кладу для начала одним слоем вот так одним слой видите как все легко и просто в конце имеем цукаты с неповторимым очень даже ярко выраженным вкусом никто никогда не догадается что они приготовлены из арбузных корок когда мы всегда выбрасываем так ну и теперь два килограмма у меня значит корок мне понадобится 400 грамм сахара на это количество теперь я эти 400 грамм делю чтобы пересыпать ровно все эти долечки и и так дальше можно сказать этот процесс будет самым трудоемким мы его с вами завершили теперь откладываем в сторону но где-то на несколько часов и там посмотрите сколько воды они выдали от себя там и продолжите это может быть на следующий день это может быть к ночи до к вечеру то есть будете продолжать свое дело тогда когда они будут свой сок все теперь это откладываю сторону и дальше продолжают для вас снимать следующий цукат из обещанных слив вот таких крупных продолговатых не знаю какое видео выйдет первым сливы или арбуз скорее всего посмотрим очень быстро и очень вкусно на сливы готовить еще проще так хорошо отдали от себя сок арбузные корочки вы посмотрите целый тазик да вот так то есть сахар помог чтобы они из себя выдали этот сок ну и понятно что в этом случае мы уже сироп готовить не будем а просто кладем на огонь вариться как видим кипение есть мы будем перемешивая варить чтобы каждый арбузик провалился равномерно до прозрачности сейчас вы видите что он такой белый и зелененький да она станет прозрачным вы это поймете когда слегка провалиться станут более податливее периодически перемешиваем чтобы равномерно сварились все оставайтесь чтобы по возможности все были в сиропе ну что мои хорошие на протяжении где-то 30 минут наверное варится арбуз вы посмотрите как на глазах они поменяли цвет видите стали прозрачными и когда они уже хорошо сварено они вот такие осушны вот так мягче становится как змейки вот такие теперь я перекладываю их все эти прозрачные а те которые не очень прозрачные и все довольны перекладываю без сиропа вот так на поднос у меня поднос меламиновый можно взять нержавейку но не алюминий потому что алюминий может испортиться это прозрачность теперь я их все перекладываю на поднос и буду сушить под солнцем до готовности в отличие от других видов цукат арбузные эти курочки сушится гораздо быстрее где-то 2-3 дня от силы если у вас есть дегидрат тогда вот сейчас же перекладываете на решетки дегидрата и включаете и буду сушить один раз одного лица второй день другого лица потом если еще не сухие то я меняю поднос и дальше сушу покажу то какой степени у меня уже есть готовые приготовила заранее чтобы вам показать вот здесь у меня сушится слива и дальше будет сушиться еще и арбузик можете закрыть марлей если у вас ветрено и пыль надо или за навесочкой такой непрочный из непрочной ткани и сушить так эти какая красота можете убрать на подоконник ну а в наше время у всех на подоконниках на на окнах есть сеточка до через сеточку проникнет и свежий воздух и солнце главное чтобы было очень солнечно вот такие цукаты получаются это я как уже сказала заведомо приготовила их посушила чтобы они у меня уже были под рукой и ролик я не удлиняла да там показывая как они сохнут просто под солнцем или в дегидрате вот до такого состояния посмотрите наглядно видно дать и что у меня были такие толстенькие кожура да они вот такие более мясистые а те которые не очень толстенькие они вот тоненькие это я просто того чтобы им придать более такой красивый эфирный вид потом после этого еще вот так вот скручь после сушки только после сушки беру вот так скручиваю и получаются такие загогулинки можно просто в оригинале оставлять какие они есть вот посмотрите эти тоже у меня сушились 2-3 дня ну и конечно же в разрезе вам покажу сейчас чтобы вы более наглядно увидели вот посмотрите посмотрите поле тонкий настоящий цукат видите мякоть мякоть какая немножко такая знаете жевательная но вкус вы должны просто приготовить съесть чтобы понять какой у них вкус я даже не знаю наверное ни с чем не сравнимый и запах и вкус ну очень вкусно любые овощи любые фрукты в консервации значит или в сушке они по-другому проявляют свой вкус например будь то арбуз я не знаю будь то вишня яблоко вот у меня есть такой один любимый рецепт зеленой фасоли между прочим не знаю если вас заинтересует напишите в комментариях может быть приготовим такой рецепт пока сезон значит зеленую фасоль как я храню у нас в армении зеленой зеленой фасоли достаточно много и это фаворит среди овощей у нас вот так вот мы очень часто готовим зеленую фасоль по разному причем я ее не люблю замораживать не люблю ее консервировать я ее люблю только сушить вот после сушки когда я ее готовлю она такая вкусная вот мне очень нравится если вы заинтересует вместе будем сушить зеленую фасоль вот так мои хорошие поля вы едите похрустывает очень приятно ни в коем случае не засахаренные вот нет не думайте такое мы их в малом количестве сахара готовили так вкусно очень вкусно вот дочку очень любит она и меня кстати просила об этом рецепте мама ты не хочешь приготовить сукаты из арбузных порог ну кому они интересны может быть интересны потому что многие просто вот я просто для себя готовлю дома и думаю кому интересно они а нам-то очень вкусно ну очень вот вы угостите своих друзей они даже не не догадаются ни за что из чего это сделано вот еще одно вы помните да мы эту красную часть слегка оставили слегка тонким тончайшим слоем на арбузе если бы ее не было вы знаете уже весь он был таким желтеньким вот это вот небольшая линия красная так натурально красиво подчеркивает весь всю форму цукат особенно когда мы его так загогулинку завернем вот так они примут эту форму и останутся такими в тарелке о как и хранить zip пакеты вот этот я уже не уберу потому что мы его сейчас съедим и все очень вкусно или простые обычные пакеты только в морозильной камере очень хорошо они там сохраняются все виды цукатов достаете они прям как новые и блестят по-другому в обычном и в холодильнике или в холодном помещении они теряют свой блеск туснеют и так далее там подобное все мои дорогие не оторваться вот такой у нас сегодня рецепт обязательно приготовьте отправьте сделанные вами фото на мой инстаграм-канал буду ждать очень интересно как же у вас все получается нравится вам или нет спасибо всем за то что были со мной на моем канале смотрели это видео пишите такие замечательные комментарии мне бесконечные ваши лайки обожаю всех как вы мне пишите обожаю вас люблю вас так и я вас спасибо всем и до новых очень очень вкусных встреч спасибо всем пока и Продолжение следует...